Ни на какой лифт нас не пустили, поднимаемся пешком по лестнице. Лестница винтовая, в маске, весело. Не могу перестать ее снимать, настолько красота. О, зелененький пошел. Да, сильный ветер. Да, прям вздувает шапку. Но мне кажется, если бы я была мужчиной, и мне нужно было бы это сделать, лучше места и не придумать. Ну что, идем снимать ночной Париж. Обмундировались, тепло оделись. Покажу вам немножко номер. Ну, тут уже бардак, а здесь вот смотрите, какой маленький проходик. Ну, через окно завтра покажу, как видно все. Ну что, погнали! Вот мы наконец-то дошли до триумфа. Триумфальной арки. Но сегодня я не буду вам рассказывать исторические факты, потому что о истории самой Триумфальной арки, истории горельефов, о могиле неизвестного солдата я расскажу в следующем своем видео, которое тоже скоро выйдет. Сегодня просто наслаждаемся видами. Конечно же, кое-где будут мои комментарии, но не такие обзорные и обширные, как в прошлых видео о Эйфелевой башне, одном из первых моих видео про Париж. И в последнем видео заключительном будет уже рассказано много интересного о Триумфальной арке. Так что ждите видео, смотрите прошлые видео и наслаждайтесь. Ни на какой лифт нас не пустили. Поднимаемся пешком по лестнице. Лестница винтовая, в маске, весело. Прямо вхохочешься. Но выглядит так, она сверху очень красиво. Вот улиточка такая. И как только вы поднялись, сразу же вас встречает музей Триумфальной арки. Как ни странно, я думала, сразу же выйдем и вот оно тебе будет весь вид. А нет, сначала вы должны увидеть экспонаты. Смотрите, любуйтесь, запоминайте. Смотрите, любуйтесь, запоминайте. А я-то думала, лестницы закончились. А она нет. Вот еще один уровень, на который нужно подняться, для того, чтобы добраться до самого верха. И именно на этот уровень вы подниметесь, если вы будете подниматься на лифте, если вам разрешат. И что у нас здесь? Да, поздравляю вас. Опять ступеньки. Ура! И преодолев миллионы ступенек, вам открывается лифт, который стоит в мире. Посмотрите, просто захватывает. И камера дрожит не потому, что трясутся от радости руки, а потому, что был очень сильный ветер. И когда поднялись наверх, он стал еще сильнее. Поэтому смотрим, как есть и наслаждаемся видами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Видите, вот эти улицы, они как лучи отходят от арки. Сама арка, она стоит на площади Шарлетты Голля. Так ее переименовали в честь президента Де Голля. Но раньше она называлась площадью звезды, потому что находится в центре такого круга. Вокруг нее ездят машины, да, такое кольцо сделано. И от нее отходят 12 проспектов. Они расположены под часовой стрелке с севера. И каждая авеню называется в честь французских военачальников. То есть это 12 проспектов. Тут триумфальная арка идет, авеню Гоша, авеню Фридланд, Елисейские поля, авеню Марсоу, авеню Йена, авеню Клибер, авеню Вильтура Дюго, авеню Фош, авеню Великой Армии, авеню Карно и авеню Макмахон. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Я снимала это днем Эффект был просто шаломляющий Но ночью Посмотрите Видна арка Она вон там Все мосты видны Освещаются Вон там вон Лувр Где колесо Идемте Сейчас покажу вам что еще здесь есть Вторая часть башни загорожена К сожалению Сегодня последний день Завтра уже мы уезжаем Хочу пожелать Всем Всем вам Всем кто смотрит это видео Хочу пожелать Чтобы ваши ученицы занимались Самое главное Самое главное Мечтайте Мечтайте И при каждой возможности Где только можно Загадывайте желания С вами была Загадывайте 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 почувствовать, что просто небо перевернули вверх ногами, да, много маленьких звездочек. Если будете в Париже, обязательно сделайте себе такой подарок. 16 евро, не так и много, но это того стоит. Увидеть все вот это, всю эту красоту. Мы сейчас пришли, сейчас где-то полдесятого вечера, практически никого нет. Никто не толкается, никто вам не будет мешать. Спокойно, сами себе, без никого, со своими мыслями можете прогуляться. Если едете со второй половинкой, просто романтичное место не найти. Можно даже здесь сделать предложение. Мне кажется, если бы я была мужчиной, и мне нужно было бы это сделать, лучше место не придумать. Ну, правда, еще в Венеции тоже хорошо было бы это сделать, но здесь... Здесь будет настолько романтично. Я думаю, даже те, кто еще совсем не уверен, чуть-чуточку сомневаются. Я думаю, что скажут да. Очень расстроилась, что не успела. Снять такое шедевральное зрелище из Марса в глуполе. Подумаю, ничего не до сняла. Потому что так близко. Ну, тоже шедеврально. Провожает нас Эйфелева башня красивым, блестящим фейерверком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорь Негода. Субтитры делал DimaTorzok И, кстати, про мечты. Когда я снимала днём, и Филю в башню проходила мимо этих каруселек, думала, интересно, во что чувствуют эти дети, когда на них катаются. Просто вспомнился такой момент, когда я была маленькая, и мы поехали в лунопарк с мамой, с братом и сестрой. Сестра была постарше, и они пошли кататься на серьёзные такие карусели. Они подумали, что я слишком маленькая на них, и посадили меня на такой паровозик. Тоже он ездил по рельсам и по кругу. И меня настолько надоело, что я не помню, как я это сделала, но я с них слезла. Ну, все вокруг были, конечно же, в шоке, но мне настолько надоело, что я просто не выдержала и просто слезла с них. И вот захотелось вспомнить, почему же я слезла с них, да, вот я решила покататься, как говорится, закрыть гештальт детства. И вот, пожалуйста, я здесь кручусь на этой блестящей карусельке. Первые несколько кругов были замечательными, но в итоге, в итоге настолько надоело, и мне уже ждало, когда же это всё закончится, это карусель щедрости. И мне уже хотелось, в самом деле, опять же, слезть. Но я подумала, нет, нет, ты взрослая, и поэтому тебе придётся пройти через это до конца, чтобы никогда больше в жизни не садиться на карусельки и не кататься. И я не знаю, что чувствуют дети, так долго катаясь на них. Может, им весело, но уже во взрослой жизни мой не рекомбетанционно. Хорошо, что я не ребёнок, так с его удовольствием, но не буду больше никогда кататься. И этим красивейшим видом я хочу закончить своё видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо большое вам за просмотр.